так дорогие друзья всем привет у нас покажи короче у тебя сегодня пришло пришел такой стилус с перчаткой да перчатка для чего это перчатка можешь объяснить не знаю скажи пожалуйста чего потом будете туда скачать для рисования но они хотят да сегодня вот у нас пришли 3 стилуса 1 и горки вот дорогой пришел стилус он заказывал за свои деньги вот такой вот у меня стилус пришли два штуки один и горки один меня тоже где-то на улице в коробке был на веранде а ты перепутал да и вот и у нас еще на чп у нас оксана с шаглами кроволновку а теперь больше 30 секунд не включается зачем тебе клей может не подходит просто к те и сегодня два магнитных зарядника пришли слушайте да игорь про отсюда один зарядник провод сотрите аж два метра вообще классные я уже не первый раз заказываю да и горку нам нравится такие у него видеть вот он здесь подключил раз и наверх туда си утащил магнитный зарядник так удобно ему будет да также дорогие друзья у меня сегодня пришел журнал за июль и за август на журнал подписку я делала нынче на полгода художник маленький художник вот такие вот журнальчики это раскраски для детей и вот посоветуйте пожалуйста какие можно еще оформить подписки для детей интересный журнал потому что раньше не оформляла но вот нынче попробовал вот это вот оформили мне по идее понравилось маленький художник и детям понравилось за маша это вот пока первые два журнала остались они достались и гор от у егорки маша и окси до маша а что ты уже домик так раскрасил а ты по циферкам просто соединяла вот такой вот он эти по идее интересные шарики некрасиво раскрасила тут сразу решается можно и писать вот тут подумал нарисую сказочный транспорт всякие такие интересно вот один такой забирайте чей там и 2 вот такой вот журнал тоже пришел тут кстати маша можно в эту редакцию отправлять окси вот тут уже дедушку да сделала тут уже рисует каких-то бабочек а че такие некрасивые бабочки то у тебя оксана так ты учись красиво и что-то у дедушки нос некрасивые руки так не будешь стараться эти больше не буду заказывать журнальчики поняла вот такой журнал буду от вас ждать комментариев раз подскажите какие интересные журналы для детей может раскраски можно оформить подписки дорогие друзья еще хотела поотвечать на некоторые ваши вопросы потому что люди задают и говорят настя почему ты не отвечаешь первый вопрос почему так медленно идет ремонт да потому что у меня муж ребята на работе он до семи до восьми на работе поэтому у меня и получается что очень и очень медленно идет ремонт одна клеить обои я не могу что одна могу я делаю ну без него никак и не смогу поклеить обои сами поймите и да обои у меня бумажные поэтому поначалу такие складки получается я всегда снимаю поначалу а потом уже на следующий день на по идее показывать когда уже высохнет чтобы видно было что складки все уходят вот на это в этой комнате они уходят потихоньку сейчас нам сегодня этот угол надо клеить и кухню мы хотим сегодня уже начать кое-что делать там в курить стены буду красить стену после садика куплю краску и будем красить стены прошу извинения просто там дети в планшет пароль вводят и у меня оповещение приходит целом потихоньку да ремонт делается но мы к первому сентября хотим завершить у детей комнаты а кухня уже и коридор будет сам последней очереди потому что мне самое главное сделать чтобы первое сентября у детей были стала стол готов и чтобы у них были уже комнаты готовы чтобы нам при и возле окон не надо сделать чтобы пришли сделали нам подоконники это в первую очередь по поводу ильюшки тут писали он у вас поступил все таки или нет я уже отвечал предыдущим видео что да он у меня поступил поеду ли я на собрание я пока еще ребята не знаю по идее бы надо съездить но у меня не с кем будет маленьких оставить и я не знаю где этот институт находится но этот колледж находится это мне надо ехать именно с ильюши потому что без него я там вообще заблужусь я не знаю город то что я в соликамск можно сказать не езжу никогда только с ильей ездили в институт но в колледж поступать все институт я понимаю ребята что вы мне много разгрыли институты польши это разные я знаю дальше вопрос на который хотела ответить по поводу я как в каком-то видео говорила по поводу покупки для кухни что же это будет но покупку придется отложить потому что я не рассчитаю немножко свои силы даже не в том плане силы я немножко не почитала по сумме у меня не выходит на получается нет не хватает поэтому отлаживается покупка до следующего месяца но это еще не факт что я ее куплю потому что нам в конце сентября нам по идее в середине сентября надо записываться в перм с катей на госпитализацию для того чтобы нам лечь больницу и сделать обследование буду записываться среди месяца на конец месяца для к тому моменту чтобы у меня в тот момент пришла зарплата потому что и на он нынче муж у меня весь месяц получается почти не работал из того что убрал отгулы целую неделю за свой счет когда меняли брус окна и все такое и поэтому дома все помогал делал поэтому зарплату я нынче на его но не надеемся даже там посмотрим но мы будем записываться пермс катя на конец сентября и поедем с ней ложится на обследование что нам там скажем будет потом вам все известно но вы оставайтесь с нами постараемся вас вести курс дела потом уже по мере поступления всех дел да по поводу поклейки обоев над печкой мы не клеили на печку обои потому что мы знаем что они отвалятся мы хотели но мы краску купили и покрасили печку потому что многие писали настя вы что дура нельзя на печку клеить ребят я знаю просто мы сначала хотели нам потому что писали что можно клей пва добавить и поклеить но мы решили не рисковать мы просто купили краску и поклеили покрасили то есть что у нас мухи а у нас двери до открыты понятно и получилось так что вот как-то так ладно я сейчас попью кофе налила себе кофе голова болит по убираюсь еще на кухне мне нас с кухни убрать стол который я вчера туда поставила чтобы кушать приготовить потому что неудобно на табуретке кушать готовить на летней кухне там тоже неудобно бегать домой тудым-сюдым и поэтому делаешь так вот и сегодня будем шкурить на кухне и скорее всего будем красить на кухне там посмотрим уже я вам потом покажу фронт работы который мы сегодня сделаем дорогие друзья еще хочу на один вопрос ответить который сейчас только прочитала настя скажите пожалуйста вы беременна или нет у вас округлилось ну тело нет ребят я не беременна почему вот так вот получилось что я набрала вес изначально я если помните очень сильно похудела я сидела на диете я очень сильно похудела и потом с этим переживания я бросил забросил вообще всю диету и получается время есть я поела нету времени ну и ладно в основном получается из-за этого ремонт сейчас днем времени нету поесть а ночью наедаешься и поэтому вот я набрала опять вес но после ремонта я надеюсь я опять сяду на диету и похудею очень на это надеюсь потому что не само не нравится то что вот сейчас у меня это происходит у меня и стало все болеть пусть о как я вес набрала ну ничего я не унываю я знаю что я похудею после окончания ремонта я очень это надеюсь но я ребята не беременна тем более по моему состоянию здоровья уже нет все ванечка это мой можно как сказать последыш наша радость в семье самый последний мальчик все у нас дети хорошенькие всех самые замечательные многие спрашивали все ли я купила к школе да все купила уже по школе все уже куплено только света по моему говорю что еще на было она спортивные штаны хочет у нее по идее есть парочка спортивных штанов но она говорит мама в них уже в школу я не пойду потому что я в них гуляла и везде ходила но там потом посмотрим купим ей еще спортивные штаны получается а так уже все куплено но не знаю я и говорю давай туфельки тебе купим на гритмала я не хочу туфли мне неудобно в них но потом она все-таки подумала говорит можно будет купить не туфли а эти ну что-то наподобие балеток чем бы такое подходящее чтоб ей понравилось потому что она у нас привередливая и обувь вот в которой ей удобно она будет ходить а если вот она не может на каблуках на туфлях ходить она и в них и не ходит потому что она говорит что ей некомфортно и неудобно хотя я знаю что вы мне многие пишите настя купите ребенку туфли на некрасивую в юбке или платье из кроссовки но вот ребенок вот так вот хочет ей знаете я тоже детстве мне вот что даже вот что было то и носила потому что мне поначалу вообще одежду не покупали кто что отдаст то я ходила потому что дома у меня была маме было не для меня мягко сказать потом когда с бабушкой стала жить вот там не да там не постоянно покупала одежду мы ходили по магазинам но редко в основном она слушала то что я хочу она брала то что считала нужным также вот и я щас я беру сам то что я хочу знаю что ага вот это вот у них нету или вот это очень старенькая на поменять на свеженькое на что-то новенькое что-то на было на выход у них новое дома ходить старое поэтому то я в основном так беру ладно так что не пугайтесь если кто испугался по поводу того что я поправилась но серьезно игру из-за ремонта вот так я получается что я опять начала есть по ночам раньше я по ночам когда сидела на диете я не ела вы ела только до 7 вечера по 7 вечера уже не кушала только чай пила а из-за ремонта мне получается что сейчас днем бывает некогда поесть и я ем в основном наедаясь ночью только когда перед сном я сажусь разогреваю первое второе чай могу еще и выпечку съесть и потом уже спать ложись вот поэтому вот я и набрала вес ну ничего мы скинем вес у нас